20 цифровых каналов будут доступны для рязанцев примерно через месяц. Но стоит оговориться, для тех, кто подключен к кабельным сетям, ничего не изменится. И приобретать приставки не нужно. Тот сигнал, который идет в аналоговом формате и вещается с рязанской телебашней, он в основном касается ТУ. Его принимают те люди, которые смотрят телевизор через обычную комнатную антенну. Абоненты, которые пользуются услугами кабельных операторов, кабельным телевидением, эти изменения никак не коснутся. Для них предоставление услуги кабельного телевидения будет продолжаться в привычном им виде. Зато изменения коснутся владельцев телевизоров, выпущенных до 2012 года, и тех, которые работают от комнатной антенны. В первую очередь обратить внимание, оснащен ли их телевизионный приемник цифровым тюнером ДФБТ-2. Если оснащен, то по большому счету у них услуга будет продолжаться, но уже телеканалы будут в цифровом виде, нужно будет достаточно перенастроить только телевизор. Если телевизор все же не оснащен цифровым тюнером, то необходимо приобрести специальную приставку. В частности, это можно сделать в компании Vidicon. Тут такое небольшое устройство, которое совмещает в себе два стандарта цифрового телевидения. ДФБЦ – это кабельные сети, и ДФБТ-2 – это наземное эфирное цифровое телевидение. Это устройство можно использовать в квартире, если вы являетесь абонентом кабельного оператора. И можно успешно использовать на даче, если вы смотрите телевидение по домашней антенне. Если вы смотрите этот сюжет, будьте спокойны. Изменения вас не коснутся. Остальные могут приобрести приставку в компании Vidicon. При этом цены достаточно демократичные. А если обратиться прямо сейчас, то доставка и настройка будут по льготной цене. Заявку на подключение можно оставить по телефону 709 709. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».